Здравствуйте! В прямом эфире АЛАТО ЛАЙФ, студия работы Джолдош Исаков. Сегодня исполнилось 37 лет со дня Чернобыльской трагедии. Ночью 26 апреля 1986 года произошло разрушение реактора 4-го энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной вблизи Припяти. Активная зона реактора была полностью разрушена, а в окружающую среду выброшено большое количество радиоактивных веществ. Это информация из, собственно, открытых источников. На ликвидацию последствий аварии были брошены огромные силы. Туда было направлено множество людей из союзных республик разных специальностей для того, чтобы нейтрализовать последствия этой ужасной трагедии. И о том, как это было, мы узнаем у участника ликвидации аварии на ЧАЭС, Искендера Шай Ахметова, главного врача Центра экстренной медицины города Бишкек. Искендер Беликович, добрый день. Добрый день. Когда вы были направлены в Украину, сколько вам было лет и как это происходило? Мы были призваны, я как лейтенант медицинской службы запаса, был призван 22 февраля 1987 года. Практически это через 9 месяцев. Это был третий поток. Забрали меня практически с работы. Я приехал с вызова, смотрю, стоит УАЗик военный с офицерами. Сразу забрали Свердловский райвенкаймат. Мы прошли в 9 поликлинике, сдали кровь. И после обеда уже получили форму в войсковой части Койтаж. И ночью уже нас увезли в Алматы. До последнего мы не знали, что... Нам сказали, что спецсборы. Казахстан не добрал. И нас было 27 офицеров с Кыргызстана. Из врачей я врач-реаниматолог, врач-эпидемиолог и врач-стоматолог. Остальные были инженеры. Технические специальности. Технические специальности, да. Но в аэропорту нам уже сказали, товарищ офицер, вы знаете, куда летите? Мы сказали, что не знаем. Вы летите выполнять ответственные задания партии и правительства. Это 27-й полк, Центральный азиатский полк радиационно-химической защиты. Он комплектовался из жителей военнообязанных Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана. И войсковая часть 2040. Мы прибыли в Белоруссию, Гомельскую область, Хонельский район. И наша войсковая часть находилась на опушке села Новоселки. Там 8 или 9 сел абсолютно выселены. Пустые дома. Первое, что бросилось, это вот эти села пустые. Пустота. Пустота, да. И огромное количество снега. У нас в феврале уже было тепло, а там снега было очень много. И холодно, конечно, было. Вам сколько лет было? Мне было 27 лет. Первое ощущение, вы сказали, очень много снега. Вы уже по прилету... Вам уже в самом борту сообщили? На борту уже, что вы летите в Припять? Нет, перед самолетом в Алматы на аэродроме. На аэродроме? На аэродроме, да. И сказали, на посадку. А сколько человек вообще в целом тогда полетело? 27 кыргызстанцев, вы сказали? Полк, развернутый полк, 960 человек был полк, 3 батальона. Я служил 3-м батальоне, инженерно-технический батальон. Мы занимались, по прибытию занимались дезактивацией именно территории Белоруссии. У многих сложилось мнение, что в основном пострадала Украина. Очень большая территория Белоруссии пострадала и территория России, потому что ветер дул на север. Ну понятно, что Украина сама и Припять, и Чернобыль, и даже Киев. Как очаг вообще этой трагедии. Да. И мы занимались дезактивацией. Мои обязанности входили, раз в неделю мы дежурили круглосуточно. А так прием больных, забор анализа и тоже выезд на радиационную разведку. Я там был врач-дозиметрист. Вы были врач-дозиметрист. А вот на каком расстоянии от самого очага вы были и какую работу приходилось время от времени выполнять? Я понимаю, что вы не занимались только одной работой. Там было очень много работ. Система была такова, что вокруг Чернобыля были сконцентрированы войсковые части. И мы заходили в зону по очереди. В частности, наш полк зашел 8 мая. 8 мая мы зашли, по тревоге ночью подняли. Мы дислоцировались уже непосредственно в близость от ЧАЭС. Где-то, по-моему, километров 12 непосредственно от атомной станции. Мы были расположены в школе. И на следующий день уже выехали в зону. Наш инженерно-технический батальон первый выехал на работы. Что бросилось в глаза? Вот рыжий лес. На самом деле, это зона озеленения вокруг Чернобыля, от атомной станции. Красивый густой лес, но ярко-оранжевого цвета. Так его и назвали. Это графит, когда взорвался от крыши. Большое количество графита выпало на этот лес. И оно выгорело. Потом через несколько лет его снесли, потому что он был источником заражения. Мы 10 дней работали АРУ-750. Это непосредственно под четвертым блоком. Мои обязанности были. Я первый заходил в зону, делал радиационную разведку, делал карты, рисовал, где очаги. Основная нагрузка попала на первый поток. Когда крыша была открыта, было излучение. Когда мы прибыли, уже сарковаг был построен. Уже был сарковагом накрытый реактор. Но то, что там излучалось, оно еще веками там будет излучение. Вот мы АРУ-750 работали порядка 25 минут в день. Каждый боец за 25 минут получал суточную дозу обучения. После этого мы три дня работали уже непосредственно на третьем реакторе. Но там мы работали внутри. Поэтому там, в принципе, радиационная обстановка была более-менее спокойная. И остальные дни мы уже работали в станции Семиходы. Это за четвертым блоком с северной стороны, ремонтно-механический цех. Мы проводили дезактивацию крыши. Снимали полностью верхний слой этого здания. И дезактивацию проводили вокруг зоны. Многие спрашивают, а куда все это делалось? Ну, как вот сегодня контейнеры есть, вот мусорные. Вот такие контейнеры все складывалось и вывозилось на могильник. Могильник – это примерно как наш стадион «Спартак». Вот вырытый, выложенный там и спецсоставом. Там была и известь, и щебенка. Я слышал, еще использовали активно «Свинец». Свинец, но это вот… Это уже над, наверное, да? Нет, это те ребята, которые работали непосредственно на крыше. У них были сцинцовые фартуки. Вот, значит, сзади воротник и фартук, и органы таза. Но этих ребят почему-то звали «Белый айс», может быть, из песни. Ну, вот так вот, народный фольклор очень такой интересный. Особенно в таких экстремальных ситуациях. Всегда вот там же на крыше запускали, в первую очередь, роботы. Японские были роботы, европейские. Буквально через некоторое время они выходили из строя. Микросхема была уничтожена. Так вот, там придумали, сейчас просто так, не могу в рифму сказать, но там запустили японский робот, тот накрылся, запустили советский биоробот, тот работает до сих пор, народный фольклор. Там было самое, конечно, опасное было у них. А вот когда вы поняли масштаб трагедии, и какие первые последствия вы на себя ощутили в воздействии радиации? Вы знаете, первое проявление, во-первых, радиацию не видно, не слышно. Первое проявление один раз большую дозу получил. Вот, кстати, когда работал на крыше, делал картограмму, очень долгое время не ушло у меня там на это. По прибытию в части у меня появились страшные головные боли, металлический привкус во рту. Головная боль не снималась ничем. Расстройство желудочно-кишечного тракта, слабость, остынея, в общем, я три дня лежал под капельницами. И второй раз, когда мы повезли на могильник, я сопровождал колонну, и второй раз я получил там большую дозу. Сейчас я не могу сказать, какую дозу, потому что у нас был потолок 10 Бер. 10 Бер, биологический эквивалент рентген, это 10-летняя доза облучения. В зоне я находился 24 дня, вот за 24 дня получил 10-летнюю дозу облучения. За 24 дня вы получили дозу облучения за 10 лет? Да, расчет на дозу, 10-летнюю дозу облучения, да. А вообще можно было этого избежать? Ну, во-первых, не забывайте, какое это было время. Мы были патриоты, и это была действительно техногенная такая впервые в мире огромная катастрофа. Ужасная трагедия. Да, мы были военно обязаны, я даже этого вопроса даже не обсуждался. Вот, и я помню, когда ночью у нас по тревоге подняли, жители говорят, что в 41-м году так много было снега. И когда начал резко таять, нас подняли по тревоге ночью, и командир полка обратился, говорит, товарищи солдаты, еврейторы, и до офицеров дошел. Говорит, есть опасность прорыва плотины Киевского водохранилища, затопление, как Чикана, прям, города-героя Киева, добровольцы, 40 человек. И полк, а, два шага, и полк раз, два шага, ну, потом сзади тоже нет, человек там, может быть, есть, добежали, благодарю за службу. Нам нужно 40 человек. И уже на второй призыв полк Чикана вышел. При этом мы не знали, какая там доза облучения, какой объем работы. И вот мы этих 40 человек провожали, как на фронт. Все, я тоже, я говорю, я врач, я врач-сказопомощник, ну, послали фельдшера. И встречали тоже, как с войны. И это вот был общий порыв. Ну, хотя и сегодня молодежь тоже хорошая, ну, вот, предположим, те же вот события COVID. Вы знаете, сколько людей к нам приезжало, привозили, просто покушать привозили. Привозили сизы, привозили перчатки, маски. Ну, вот, видимо, это наше в генах, что когда общая беда... Да, 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 такая беда, которая сплачивает народ. Да, сплачивает народ. И там была, это была беда, и поэтому там много было кыргызов в других полках. Это были вольные наемники. Ну, там что говорить, там платили хорошие деньги, но мы были на сборах, мы были призваны. А это вольные наемники, они очень много получали, но, к сожалению, там все здоровье потеряли. А вообще, что можно сказать сейчас о масштабе трагедии в плане человеческих судеб? Из Кыргызстана в область сражения были направлены больше трех тысяч человек. Фигурили цифры 3200 человек, 3600. Какая цифра была близка к истине? Вы знаете, это вот то, что официально через военкоматы призыв. Я вот, как вам уже сказал, были же еще вольные наемники. Но цифры очень трагичные сейчас. Я даже потом тем ребятам, с которыми служил, многих, к сожалению, нет в живых уже сегодня. Вот на сегодняшний день, сегодня вот Митим Рекиум был, озвучили 177 человек по городу Бишкек осталось. 177. Приведем статистику. Печальная статистика, если в Бишкеке в 2017 году было 280 ликвидаторов катастрофы и льдов, то 4 года спустя в 2021 году уже 259, и сейчас 177 за три года. Да. К сожалению, он умирает с нашего потока. Я сказал, что 27 наших офицеров. Буквально через два года умер Виктор Витя Ротанов. Он из Сукулока, он был командир рот разведки. Они первые уезжали в зону, и он буквально через два года сгорел. Сгорел в плане того, что по болезни. Мои там очень близкие друзья, Иркин Кенжеев, с которым он был во втором батальоне, я в третьем. Мы дружили семьями. К сожалению, он тоже три года назад тоже умер. И, насколько я понял, что у нас осталось всего 8 человек с того призыва, из 27 человек за это время. Сегодня мы встречались из Свердловского района, нас только трое. Те, которые служили в тот период. Люди уходят, да, и проявляется в первую очередь это сердечно-сосудистые заболевания, опорно-двигательный аппарат, нервная система. То есть, это, в общем-то, комплексное поражение идет. И беда, есть сейчас данные, что третье-четвертое поколение, но пока это теоретически говорят, что третье-четвертое поколение, могут быть какие-то ДНК-изменения. Последствия? А какие последствия на вас отразились лично, если вот взять вашу судьбу, вашу жизнь? Ну, у меня, предположим, орган мишени вообще это была щитовидная железа. Самый первый орган, который страдал, это щитовидная железа. У меня был зоб, я его в течение 5 лет лечил, но остаточные явления не остались. Они проявляются, в частности, в треморе. Вот, ну, беретонистская болезнь. Сегодня очень сложно дифференцировать, но дело в том, что и те люди, которые не служили, и, в общем-то, таких болячек много. Но у наших, я еще раз хочу сказать, комплекс абсолютно разных заболеваний чернобыльцев. Я, как вот, сказал, что очень много инвалидов первой группы, второй группы, очень много вдов, вот, те, которые, они тоже, как, в общем-то, близкие родственники получают компенсацию. Что касаемо компенсации, я очень благодарен руководству мэрии, городскому кинишу, вот, буквально вчера, в преддверии сегодня, пересмотрели стипендию квартальную, в 4 раза подняли. Ну, 500 суммов, вы согласитесь, это было сегодня уже не абсолютно не актуально. Так вот, вчера на сессии поддержали, значит, инициативу мэрии и сделали компенсацию 2000 суммов. Вообще, в советское время и первый период после развала у нас, в принципе, социальная поддержка была хорошая. Это было раз санаторно-курортное лечение бесплатное, медикаменты, проезд. Сегодня после монетизации, ну, 2,5 тысячи я получаю в месяц на медикаменты. Как ликвидатор? Да, как ликвидатор, да. Естественно, это мало, да. Да, это очень мало, я думаю. А вообще, сейчас, когда вы встречаетесь, сегодня вот митинг, река не был, о чем вы говорите? Вот, например, у меня есть родственники, которые там воевали в Баткенскую войну, они говорят, мы собираемся, мы не говорим о войне. О чем угодно, только не о войне, о чем вы говорите вы? Ну, зачастую вспоминаем, как правило, конечно, веселые вещи. Ну, первое, вот когда... Потому что вы были молодые, шутили. Молодые, шутили, там до... эти казусные вещи там рассказываем. Сейчас, конечно, немножко больше грустно, потому что многих людей уже нет. Как правило, всегда говорим за память, если рюмочку поднимаем, в первую очередь поднимаем за тех, которые ушли. Ну, были там казусные случаи, какие, вот, предположим, ночью, поскольку это закрытая зона была, ночью обход. И мы до землетряса всегда вместе с этим патрулем шли. Смотрю, в кустах там между этим огонек, подходим, ребята варят уху. Пища однообразная, пища в основном была консервированная. Они просто уже соскучатся под такой. Они тоже наловили рыбу на обводном канале. А она вся радиационная, потому что она питается тиной. Тина, донная рыба, тина впитала себе радиацию. Я просто подвел на сверху кастрюли датчик. Он начал вообще сифонить. Я говорю, ребята, ну что вы делаете? Вы же взрослые люди. Ой, док, не пугай. И так все. Надоело, хочется ухи попробовать. Я говорю, я вам все-таки рекомендую не есть. Как врач, не надо есть. Но сейчас шутка, вспоминаешь, на самом деле, действительно, это все там не до шуток, по большому счету. Это была, конечно, ужасная трагедия. Вообще, и хотелось бы узнать о связях вашего общества с ликвидаторами других стран. Как она выстраивается. Я понимаю, что и там ликвидаторы тоже с каждым годом становится все меньше по количеству. Как вы поддерживаете связь? У нас очень тесные, в общем-то, связи с российским обществом, союз Чернобыль, с белорусским обществом, с Украиной. В основном мы с Россией. И, предположим, Россия зачастую, вот там есть книга памяти в Москве участников ликвидации аварии. И периодически таким вот крупным датам, предположим, как вот 35-летие, 30-летие, они выдают нам тоже награды. Да. Планировали мы позапрошлом году в Кыргызстане провести международную конференцию. Именно проблемам радиационных последствий, катастроф, кроме Чернобыля же, и Фуксима, и тот же Семипалатинск. Но, к сожалению, из-за ковида у нас не получилось. У нас тесные контакты. Мы постоянно, более того, с МГТ, вот, тоже ему есть связи. Международное агентство по атомной энергетике. Да, да, да. И сейчас, что вот, 26 апреля сделан Международным днем же памяти жертв, не только Чернобыля. И хотелось бы поговорить о глобальном. Вы говорите о долге. Многие говорят, вот мы смотрим документальные фильмы, которые посвящены этой трагедии, и там все люди говорят, мы выполняли долг, мы шли, потому что кто-то должен был пойти заниматься ликвидацией этой ужасной аварии. У вас нет обиды на то, что Советский Союз, может быть, в свое время не так представлял информацию по этой трагедии? Потому что многие документальные фильмы, журналисты об этом рассуждают. Хотелось бы узнать личное мнение вообще участника непосредственно этой трагедии. Вы знаете, вот эта вот общая тенденция давать оценку прошедшему уже с сегодняшнего дня не всегда логично и не всегда правдиво. Это называется репрезентатизм, обсуждать исторические события с позиции сегодняшнего дня. Не надо забывать, во-первых, я еще раз говорю, что тогда был коммунистический строй у нас. Тогда мы были политизированы. Я, предположим, давал клятву, давал присягу, клятву врача, присягу как военнообязанный. Поэтому у меня не было даже дилеммы. Единственное, конечно, было, что я и так же воспринимал, что это была действительно секретная информация. Нам же до последнего не говорили. Как будто что-то изменилось бы. Ну, конечно, я бы пошел, я военнообязанный. Я помню, когда присягу давал, я говорю, давал. Ну, на спецсборы, все, хорошо. Поэтому мне всегда интересно, когда начинают интерпретировать сегодняшними этими позициями. Что касаемо, вот очень много фильмов уже вышло. И многие хвалят, вот иностранный, по-моему, американский фильм, так Чернобыль называется. Ну, перевирают. Зачем перевирать тогда, когда показывают, что боец идет между палатками в руках бутылка водки. Да там его посадили бы на гамфахту и мало не показалось. Потом откуда там водка. Вот это, ну, перевирает. Более-менее такой вот похожий, во всяком случае, мне близкий, это фильм «Отылек». Очень тяжелый фильм, но он очень реально близкий, как событие. Патриоты, патриотизм не только же у нас проявлялся. Вот там мост метрострой делали, рыли под это, подкоп. Жара была невыносимая. Вы обратили внимание, какая там защитная форма? Они в белых костюмах, лепесточек, чепчик на голове и все. А ведь же там мощнейшее обучение шло. А вот эти вот три сотрудника атомной станции, которые шли на верную смерть. Пожарники, которые первые пришли. Пожарники, пожарники, врачи скорой помощи, непосредственно дежурный персонал, это, конечно, это герои. Реально герои. Ну, там геройство, к сожалению, еще и, в общем-то, пересекалось безграмотностью. Ну, кто знал, это впервые было. Эти вот графиты, разбросанные куски графиты, собирались руками. К нему вообще близко. Преближаться нельзя. А его собирали руками и кидали. Конечно, они бедные все умерли. И вот завершающий вопрос, насколько важна роль человека в ликвидации последствий. Потому что мы понимаем, что Советский Союз закупил и японскую робототехнику. Был привезен робот из Германии, он вышел из строя. Потому что в зоне обучения первым делом выходят из строя электронные приборы. И пришлось, как вы говорите, руками заниматься ликвидацией. Я, например, понимаю, что если бы не человек, то этой проблемой не решилось бы. Последствия имеются в виду. Ну, конечно. Конечно, это были простые рабочие, это были рядовые. Потому что кроме солдат там были же и гражданские. И на самом деле каждый, кто там... Это не зря у нас написано на стелле и помнит весь мир спасенный. Мы спасали мир. Мы не спасали Украину, не спасали Советский Союз. Мы спасали мир. И первую шунку подняли зарубежный, когда облако три раза вокруг земли обвернулось уже. И во всех странах, особенно скандинавских, взлетел радиационный фон. Конечно, человеческий фактор, ежедневно этот герой... Сегодня я могу сказать, да, герой рискует жизнью. Может быть, кто-то отдавал отчет, может, кто-то не отдавал отчет. Но мы выполняли свой долг. Спасибо за ваши ответы. Большое спасибо. И еще раз отметим, сегодня 37-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС. Тогда, напомним, произошел взрыв реактора 4-го энергоблока этой атомной электростанции. От прямого воздействия техногенной катастрофы погибли около 50 человек. А уже от последствий, сколько человек погибло, не знает никто. Приводятся разные цифры, от нескольких тысяч до десятков тысяч, которые в большинстве своем приводят западные источники. И о том, как сегодня живут участники ликвидации одной из самых страшных катастроф в истории человечества, нам рассказал Искендершай Ахметов, главврач Центра экстренной медицины города Бишкек, участия в тех самых ужасных событиях.